Послание Отца Абсолюта 19 апреля 2021 года Современная медицина Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы поговорим еще об одном этапе вашего пробуждения, который способствует очищению вашего подсознания от шаблонных реакций программ трехмерного мира. На этот раз речь пойдет о современной медицине. Я знаю, что до сих пор многие из вас искренне считают, что врачи могут излечить вас от всех болезней, и безоговорочно им верят. Я ни в коем случае не хочу очернить честных, порядочных и преданных своей работе людей, которых немало среди врачей. Но сегодня мы поговорим более подробно о том, что собой представляет современная медицина в целом, и как влияет на нее структура современного общества. Начнем с того, что постепенно народную медицину с ее вековыми традициями, основанными на симбиозе человека и природы, с ее естественными целебными дарами, уже не просто отодвинули на второй план, а практически уничтожили. Специалисты по гемиопатии становятся большой редкостью, а в некоторых странах она уже уничтожается, как наука. Также редки стали народные целители-травники, секреты которых передавались раньше с поколения в поколение. Почему это происходит? Конечно, в первую очередь, из-за непомерных аппетитов фармацевтических компаний, целью которых является не излечение человека, а превращение его недугов в хронические заболевания, благодаря чему он становится уже постоянным потребителем их продукции. Это то, что лежит на поверхности. Но мы рассмотрим этот вопрос по другим углам зрения, чтобы понять, каким образом влияют все эти искусственно созданные химические препараты на тонкоматериальную структуру человека. Люди уже давно заметили, что любое лекарство одно лечит, другое калечит. Почему это происходит? Прежде всего потому, что любой препарат, который попадает в ваше физическое тело, несет в себе еще и определенную энергетическую нагрузку. И очень важно, чтобы его энергетика совпадала по вибрациям с вашими тонкими телами, в которых и зарождается болезнь. Именно на этом и основано народное целительство. Поскольку человек является частью природы, то волновые колебания некоторых растений совпадают с вибрациями тонких сил. Так идет тончайшая божественная настройка на те частоты, которые по той или иной причине сбились, с тем, чтобы вернуть их в привычное состояние. Можно сказать, что народная медицина работает с каждым тонким телом в отдельности, в зависимости от заболеваний человека, в результате чего происходит исцеление сначала на тонком плане, а затем уже на физическом. А каково же влияние на тело человека бездушных химических препаратов? Самое разрушительное. Поскольку в самом подходе современной медицины полностью отсутствует божественная природная составляющая. Все лекарства изначально настроены на то, чтобы убрать на время симптоматику, а не причину болезни. В результате чего болезнь не исчезает, ее симптомы возникают с завидной периодичностью снова и снова, что приносит огромные доходы фармацевтическим компаниям. С каждым приемом лекарства в организме человека происходит настоящий энергетический хаос. Поскольку его тонкие тела не знают таких вибраций, они для них чужие, искусственные, мертвые. Физическое тело перерабатывает этот химический коктейль, поскольку у него просто нет другого выбора. И наступает даже некоторое улучшение его состояния, проходит боль, снижается давление. Но за счет чего это происходит? За счет механического воздействия химической начинки препарата на тот или иной орган или систему жизнеобеспечения человека. Это можно сравнить с тем, как вы из шланга заливаете костер, что происходит очень резко и грубо. Другими словами, современные лекарства воздействуют сразу на физическое тело, минуя его божественную составляющую, тонкие тела, в которых зарождаются мысли и эмоции, влияющие на физиологические процессы человеческого организма, на чем и основана наука психосоматики. И в следующий раз мы поговорим об этом более подробно. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Продолжение следует...